Вы смотрите Время новостей. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. С 26 января по 15 февраля в школах, дошкольных и иных учебных учреждениях страны введен карантин. Распоряжение об этом по рекомендации Республиканской санитарно-эпидемиологической службы подписано Министерством здравоохранения Абхазии Анзором Говым. При этом, как отмечают в ведомстве, эпидемический порог заболеваемости ОРВИ на данный момент далеко не превышен. Более того, заболеваемость с респираторными инфекциями в зимний сезон 2016 находится на уровне прошлого года, то есть соответствует среднегодовым показателям. Карантин в стране введен в профилактических целях. В профилактических целях по итогам совещания и по представлению главного санитарного врача Министром здравоохранения подписано распоряжение о введении карантина в дошкольных и учебных учреждениях республики с завтрашнего дня по 15 число включительно, по 15 февраля. Мы обратимся с просьбой к премьер-министру правительству о принятии решения также наложения карантина и ограничения в проведении культмассовых мероприятий, спортивных и иных публичных и массовых мероприятий. То, что касается детского населения, то идет умеренный подъем, сезонный подъем заболеваний ОРВИ. Поэтому я еще раз хочу обратиться к населению и сказать о том, чтобы не забывали, что есть телефон регистратуры, я еще раз называю его, 226-42-15, в который вы можете позвонить в случае заболевания в семье ребенка, и вас посетит участковый педиатр. Эта служба у нас налажена и хорошо работает. Это касается городских детей. Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам реализации поручений, озвученных им в ходе послания парламенту страны. На него были приглашены спикер Народного собрания и премьер-министр, а также руководители всех министерств и ведомств, перед которыми были поставлены задачи. Среди них повысить прозрачность расходования государственных средств, создать спецформат регулярного общения основных политических сил страны в прямом эфире, претворить в жизнь закон о противодействии коррупции, усилить контроль эффективности работы госчиновников и многие другие. Глава государства отметил, что все поручения необходимо воплотить в жизнь уже в ближайшее время, а также в первую очередь должны быть повышены меры по государственному контролю выполнения задач, поставленных президентом. Илана Казамба продолжит тему. В своем послании парламенту 20 января президент Рауль Хаджимба коснулся деятельности каждого министерства и ведомства и поручил им в кратчайшие сроки разработать концепции развития. Детально об этом глава государства говорил и на сегодняшнем совещании. Первое, что нужно будет сделать, это разработать меры по повышению эффективности государственного контроля. Второе, принять меры по созданию преференции для начинающих предпринимателей, активно развивать инструменты льготного кредитования, снижать административные барьеры. В главе правительства то, что мы заложили регулярно, это не означает просто размыть по всему году, а еженедельно докладывать о процессах, которые происходят в этой сфере. Также президент отметил, что 2016 год будет особо непростым для налоговой службы. И этого стоило ожидать, ведь изменения в налоговом законодательстве назрели давно. Одним из приоритетных направлений Хаджимба назвал сокращение предпринимательских проверок, целью которых, по его мнению, чаще является личное обогащение отдельных лиц. Правительству в краткие сроки принять все необходимые решения по максимальному сокращению проверок предпринимателей. Контрольные органы должны наведываться, как я и говорил, один раз в году, а не каждый раз, когда захотелось наполнить карманы. В продолжение темы реформирования налоговой сферы Хаджимба затронул и вопрос сокращения самих видов налогов, коих сегодня, по мнению главы государства, слишком много. У нас на сегодняшний день неимоверное количество налогов, понятных и непонятных. И поэтому требование очень жесткое. В течение этого года налоговая служба вместе с кабинетом министра, вместе с аппаратом президента, должны снизвести этот уровень. В два раза меньше должно быть этих так называемых налогов. Набившие оскомину закона, БНДС также не обошли стороной. Президент заверил, что поправки будут рассмотрены парламентом в ближайшее время. Вместе с тем он подверг жесткой критике спекулятивную политику многих предпринимателей, занимающихся продовольственной продукцией. Мы не поднимали на продовольственную группу товаров. Но почему-то на рынке цены выросли, и на эту группу товаров тоже. Мы не поднимали на производимые внутри страны товары. Тот же Ассбал, Аджика, который продается сегодня на рынке. Посмотрите. В 2016 году в полную силу вступит казначейская система исполнения бюджета. В этой связи на Министерство финансов ложится еще больше ответственность, отметил президент. Министерство финансов разработать план мероприятий по переходу на новый план счетов, который, как и было отмечено, должен включать в себя вопросы автоматизации учетных процессов для обеспечения единого методологического подхода при введении бюджетного учета. Недоволен президент и тем, как осуществляется поручение по оптимизации штатов. Касается это как Кабинета министров, так и Администрации президента. Начали вроде бы неплохо, закончили за упокой. Больше возвращаться к этой теме я не буду. Хаджима также подчеркнул, что контроль за работой в небюджетных фондах должен быть кратно ужесточен, особенно в части, касающейся исполнения бюджета. Понимаю, что будут определенные проблемы, связанные с людьми, которые работают в этих фондах. Будут вопросы. Но если мы хотим контролировать реально деньги, поступающие в эти фонды, и правильно их распределение, и чтобы эти деньги доходили до назначения, то значит нам надо кое-какие работы в этом направлении провести в кратчайшие тоже сроки. Во главе угла жизни и деятельности государства должен стоять закон о государственной службе. В этой связи Хаджима поручил в кратчайшие сроки начать процедуру декларирования доходов чиновников всех уровней. Хватит. Пора заканчивать. Всякого рода суждение о том, что кто-то каким-то образом связан с тем-то или иным-то процессом или бизнесом. Закон о противодействии коррупции не должен оставаться на бумаге. Однако одной лишь прокуратуре справиться со всеми проблемами будет весьма тяжело, отметил президент. Это не означает, что министерство образования или культуры должно заниматься поиском тех или иных людей, занимающихся коррупционными схемами. Но включиться в этот процесс наряду с деятельностью генеральной прокуратуры всем необходимо будет. Коснулся президент и темы разрушения объектов историко-культурного наследия, которое он считает непозволительным. В этой связи Хаджимба поручил ускорить проведение инвентаризации всех подобных объектов. Многое сделано и во внешней политике страны, однако этого недостаточно, считает Рауль Хаджимба. Резюмируя совещание, глава государства поручил в кратчайшие сроки выполнить данные им поручения и представить концепции развития ведомств. Депутаты парламента не заставили долго ждать. В понедельник они собрались на заседании Народного собрания, в повестку дня которого входил лишь один вопрос – изменения в закон об НДС. В итоге поправки, которых так ждало и требовало предпринимательское сообщество, были приняты. Все подробности у Анастасии Никоновой. Предприниматели, которые не раз собирались на митинг перед зданием правительства с просьбой отменить поправки к закону об НДС, этого заседания Народного собрания ждали с нетерпением. Этот вопрос был главным в повестке дня. Парламентарии рассмотрели два предложения по внесению поправок к закону. Один был предложен администрацией президента, другой – профильным комитетом парламента. Депутат Народного собрания Георгий Агрба ознакомил присутствующих с предлагаемыми изменениями в закон. Одиннадцатая статья – технологическое и производственное оборудование, в том числе комплектующих и запасных частей к нему, аналоги которого не производятся в Республике Абхазия. Двенадцатый пункт – сырье материалы, предназначенные для промышленного производства товаров, аналоги которых не производятся в Республике Абхазия. Двенадцатый пункт – наземных транспортных средств и запасных частей к нему. Не хотелось бы, чтобы предприниматели, которые на территории Республики Абхазия хотят какие-то создать производственные мощности, завести оборудование для того, чтобы производить последующую продукцию, чтобы, во-первых, они не замораживали бы 10% от его стоимости, потому что от момента завоза и наладки может пройти год и даже больше. Поэтому, а по нынешнему и сегодняшнему закону, в принципе, после ввода в эксплуатацию данного оборудования в течение года государство обязано зачесть этот платеж. Поэтому мы меняем схему изъятия данного налога и не взимаем его авансом, как говорится, для удобства, и не для того, чтобы предприниматель не замораживал на определенное долгое время ресурсы. В проекте, предложенном парламентским комитетом, также рассматривался пункт о наземном транспорте и запчастях. Речь шла о том, чтобы не облагать налогом эту категорию при ввозе на территорию Абхазии. Этот же пункт был внесен в проект, предлагаемый президентом республики, где он был расширен и подробно расписан. В связи с этим парламентский комитет поддержал предложение главы государства. И еще был проект про наземные транспортные средства и запчасти к нему, чтобы не облагать при завозе на территорию Абхазии. Но второй проект, который сегодня был прислан президентом, та же тема звучала там, но она там более была расширена к варианту, более подробно была расписана. Поэтому комитет согласился в этой части свое предложение исключить. Исключить с нашего законопроекта представленный комитетом, а поддержать тот законопроект, который был прислан президентом в этой части. Дмитрий Шамба, представитель президента в Народном собрании, отметил, что представленные изменения касаются только тех вопросов, которые были подняты гражданами на прошлой неделе. Таким образом, перечень видов и категорий товаров, ввоз которых на территории Абхазии не облагается налогом на добавленную стоимость, был дополнен. А именно включить в статью 7 следующие виды товаров. Это товары для детей, это текстильные изделия, головные уборы, обувь, по перечню утверждаемого кабинетом министров, а также наземные транспортные средства и запасные части к ним. В связи с тем, что большая часть товаров, которые реализуются на внутреннем рынке уже, и лица, которые реализуют указанные товары, являются плательщиками специального налога, то в соответствии с статьей 3 закона о специальном налоге, они освобождаются от уплаты налога с оборота. То есть наша поправка в статью 7 гласит о том, что они освобождаются от уплаты при ввозе, а уже с реализацией те юрические лица и данные предприниматели, которые осуществляют деятельность в режиме спецналога, они также будут освобождаться от уплаты налога на добавленную стоимость. Изменения в статью 9 касаются определения налогоблагаемой базы, потому что, как известно, юридические лица и данные предприниматели, которые реализуют автотранспортные средства и запасные части к ним, они по закону о спецналогии должны быть на общем режиме налогообложения. И с тем, чтобы уже после того, когда они ввезли данные товары на таможенную территорию, чтобы они не уплачивали налог со всего оборота, предлагается изменение в статью 9, а именно дополнительное положение, которое гласит о том, что налогооблагаемая база по автотранспортным средствам и запасным частям к ним определяется как разница между ценой покупки и ценой продажи. После рассмотрения и обсуждения обе поправки в закон об НДС были приняты парламентариями в окончательном чтении. Обещанное с 25 января веерное отключение электроэнергии остается в силе. В понедельник днем электроснабжение частично осуществлялось за счет российских носителей, на которые перешли накануне вечером после аварии в районе Ароду. В результате погодных условий с учетом ветхостей сети и перегрузки произошел обрыв высоковольтной линии. Энергетики отмечают нынешней зимой рекордное увеличение электропотребления на 9%. Последствия аварии были устранены лишь к 11 часам утра. Вольно вчера была авария в районе села Ароду на высоковольтной линии 220 кВт. Повреждения были, причины повреждения механические, это обвешалось в магистрали, естественно возросшие нагрузки на них. А мы говорили о том, что в предыдущие годы увеличение потребления колебалось в пределах 4%, а в этом году оно сразу же скакнуло на 9%. Соответственно, линии не выдерживают в том состоянии, в котором они находятся. И соответственно, в этот момент, чтобы не оставлять на долгое время наш народ без электричества, был подан свет со стороны Российской Федерации. Это обычная практика в таких ситуациях. И часть нашей потребности в электроэнергии все равно приходилось верно отключать, или верно даже включать их. И свет шел со стороны России. И почему теперь не началось ограничение потребления по графику? Потому что все-таки это восстановление линий, это отключение, перераспределение электроэнергии потоков. И вызвало это вот в каком-то месте его нет, свет в каком-то он был. Но мы планируем с сегодняшнего дня перейти в подачу электроэнергии по этому графику. Напомню, руководитель Черноморэнерго Аслам Басари на прошлой неделе заявил о том, что в целях экономии необходимо начать верное отключение электроснабжения. По его словам, лето 2015 года в Западной Грузии выдалось жарким, вследствие чего уровень воды в Джварском водохранилище Ингургес опустился на 17 метров. С 25 января по 15 апреля каждый абонент будет отключен на 4 часа в сутки. Согласно графику, время ограничения снабжения электричеством в Галском и Кварчалском районах в западной части Гудаузского района в городе Пицунда и селе Аллахадзе будет установлено с 0 часов до 2 часов ночи и с 14 до 16 часов. В центральной части столицы и Гагарском районе электроэнергию будут отключать ежедневно с 2 до 4 часов ночи и с 10 до 12 часов дня. В Ачамчельском, Гулырыбшском, Сухумском районах, в восточной и западной частях города Сухум, города Новый Афон и в восточной части Гудаузского района с 4 до 6 часов утра и с 12 до 14 часов. Известие о том, что подача электроэнергии ежесуточно будет ограничиваться на 4 часа, многих жителей страны, мягко говоря, озадачило. Все сферы жизнедеятельности Абхазии должны будут приспособиться к мерам, вводимым в Черноморэнерго. Как они отразятся на нашем быту, отправилась выяснять моя коллега Амелия Сатурян. Самая популярная тема, которую сегодня обсуждают практически все жители страны – веерное отключение электроснабжения. Кто-то в ускоренном режиме старается приспособить свою жизнь к грядущим часам без света, а значит и тепла. Другие все еще надеются на благосклонность погоды и ждут, что меры по ограничению подачи электричества все-таки отменят. В Сухумской городской больнице рассказали о том, что намерены делать часы без света. Мы готовы. То есть не в ущерб нашей основной работы больница будет функционировать на период отключения света. У нас есть генератор мощностью 19 кВт, который позволяет нам в случае отключения электроэнергии использовать этот генератор для самых необходимых нужд. Под самыми необходимыми нуждами понимается обеспечение электричеством операционной и реанимации. Также, несмотря на веерные отключения, круглосуточно освещены будут приемные и отделения больницы. С трудностями столкнутся и учреждения системы образования. До 15 февраля в школах и детских садах объявлен карантин. Но после, в соответствии с графиком отключений, составленным в Черномор Энерго, придется работать еще два месяца. В детских садах повара готовят пищу в объемных тарах, содержимое которых к обеду необходимо подогревать. На случай отключения электричества есть газовая плита. Однако подогреть на ней две многолитровые кастрюли сразу невозможно. Директор второй школы Ирина Паверскир говорит, что за два часа воздух в классах не успеет охладиться. Главное, чтобы график соблюдался. Потому что, если электричество будут отключать в вечернее время, школа не сможет осуществлять учебный процесс во вторую смену. Если они поменяют график и будет, допустим, с 4 до 6, то тогда будет полная темнота. Мы вынуждены будем отпускать детей. В России у нас две смены и двухсменная работа, более позднее отключение по городу Сухум, конечно, это для нашей школы неприемлемо. Единственный в Абхазии дизель. 300 киловатт. Расход солярки 65-70 литров в час. Начальник производства частного хлебозавода «Золотой колос» показывает устройство, рассчитанное на выработку электроэнергии в случае отключения общего снабжения. В цеху успели запастись соляркой на самое ближайшее время, однако, посчитав стоимость топлива для функционирования дизеля в случае верных отключений, только за месяц предприятию понадобится 204 тысячи рублей. Сумма для «Золотого колоса» очень большая, говорит Иван Сидерополу, но без дизеля вся работа остановится, так как именно в ночное время идет основной процесс – замес теста. Мы должны вот именно с двух до четырех там, по-моему, самое такое время, разгар, хлеб, тесто замесить надо в расстойке, выпить чего. Не лучшим образом скажутся веерные отключения и на работе мест общественного питания, и не только на работе, но и на цене самих блюд, предлагаемых в меню столовой или кафе. Конечно, тут у нас будут проблемы, но проблемы, которые мы должны преодолеть за счет внутренних резервов. Какие внутренние резервы? Это дизель. Но нам нужна целая дизельная станция, нам нужен технический персонал, кто будет его обслуживать. Простите, наление выдачи продукта, сколько он будет стоить тогда, когда дизелем мы будем готовить еду себе. Многие местные предприниматели прогнозируют, что их деятельность на время веерных отключений потеряет свою прибыльность. Скажется ли это на стоимости выпускаемой продукции, узнаем в самое ближайшее время. Генеральный прокурор Республики в минувшую субботу провел совещание, в ходе которого проинформировал своих подчиненных о нареканиях, высказанных в адрес органов прокуратуры высшим руководством страны. Обращаясь к прокурорам на местах и своим заместителям, Алексей Ломи отметил, что за их деятельностью будет установлен постоянный контроль. Для этого создадут специальные комиссии по мониторингу работы. По результатам их работы будут приниматься самые строгие меры наказания, вплоть до увольнения. Глава МВД Леонид Забжба обратился с призывом к гражданам строго соблюдать законодательство страны при организации проведения массовых мероприятий, общественной и политической направленности. Право проведения мирных митингов, собраний, шествий и демонстраций гарантировано нашей Конституцией, нашими законами государством. Отмечено в обращении. Сегодня МВД страны проводит политику непримиримой борьбы с любыми проявлениями неуважения к закону, от мелких административных проступков до серьезных преступлений. Для проведения массовых мероприятий гражданам необходимо заблаговременно обращаться в городские и районные администрации, в письменном виде указывать дату, место и время проведения митинга, а также численность его участников. За несоблюдение регламентируемых требований инициаторы, организаторы и активные участники несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством, напомнил министр внутренних дел Леонид Забшба. Плановая проверка боевой готовности подразделений российской военной базы Южного военного округа началась в Абхазии. В ходе нее будут отработаны нормативы по действиям личного состава при объявлении учебной тревоги, загрузки боекомплекта и запасов материальных средств, подготовки вооружений и военной техники к применению и совершению марша на штатной технике в район сосредоточения. Также будет оценен порядок действий дежурных смен с получением сигнала на приведение высшей степени боевой готовности. Целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений военной базы Южного военного округа к выполнению задач по предназначению, сообщает пресс-служба Южного военного округа. Полпредреспублики ФРГ Хибла Амичба приняла участие в большом новогоднем приеме в посольстве России, а также во встрече с абхазской диаспорой Германии. По приглашению одного из важнейших центров образования науки Европы и самого крупного университета Германии – Свободного университета Берлина, она прочитала лекцию, доклад на тему «Абхазия – страна с возрожденной государственностью». Впервые за всю историю своего существования университет предоставил возможность донести до преподавателей и студентов официальную точку зрения нашей страны в прошлом году. Как студентам, так и преподавателям вуза было задано большое количество вопросов, касающихся как внешнеполитических ориентиров в Абхазии, так и актуальных вопросов в сегодняшней жизни республики. На лекции присутствовали представители посольства Грузии ФРГ. Об этом сообщает постоянный представитель Абхазии Федеративной Республики Германия. Другим темам. Запах переработки рыбы беспокоят жители столичного района Маяк. По их словам, невыносимое зловоние появляется периодически, но существенно осложняет их жизнь. Наши корреспонденты выясняли, чем вызвано появление запаха, насколько серьезной ситуацией, чем это грозит экологии столицы Абхазии. Репортаж Мариану Котовой. Пути на хамсы продолжаются около трех месяцев в году. За это время рыбакам нужно суметь выловить максимальное разрешенное количество рыбы, переработать ее и сбыть. Всего пять заводов в Абхазии занимаются изготовлением рыбьего жира и муки из хамсы. Два из них в Сухуми, в районе Маяка, жители которого и жалуются на периодически появляющийся неприятный запах. Ужасный идет запах рыбный, тухлой рыбы, прям, наверное, конечно, с рыбзавода. Вот уже сколько месяцев мы не в состоянии вообще выйти на улицу, дышать нечем. Не только на улице, даже в помещении. Белье вывесить тоже невозможно. Белье высохнет, занесешь, прямо ароматное такое получается. По словам заведующей близрасположенного детского сада Аиды Цколи, когда со стороны рыбзавода вдует ветер, воспитатели не могут выводить детей на прогулку и не проветривают помещение. Мы не можем вывести детей на прогулку, а также проветриванию помещения. Мы не раз обращались в экологическую службу, но пока никаких изменений нет. Родители и администрация детского сада Пчелка просят предпринять меры воздействия на завод по перерабатыванию рыбы. Жители района обращались за помощью к экологам, но экологи разводят руками. Запах рыбы на рыбном производстве норма. И зачастую в воздухе витает аромат свежего продукта, а не гнили. Когда достается рыба, свежая рыба, ну представьте себе, это объем 100 тонн. Ну конечно, там будет запах свежей рыбы, и это ветром разносится достаточно далеко. Когда идет процесс переработки в муку, там они через печи пропускают, и, соответственно, запах жареной рыбы. Ну, как на кухне у хозяйки. А в целом мы добились, и сегодня все заводы на территории Абхазии, их пять, они оснащены достаточно мощными фильтрами. Ну, в динамике это можно вообще и понять, потому что, что было три года назад, и что сегодня есть. Что касается самих рыбозаводов, расположенных на маяке, то на одном из них нам побывать так и не удалось. А на втором, из-за сильного шторма, который не дает судам подвести рыбу к берегу, производство было приостановлено. Но, тем не менее, руководитель предприятия показал и рассказал о том, как протекает процесс переработки рыбы. Корабли привозят рыбу, в пределах до 300 тонн наш завод перерабатывает в сутки. Рыба поступает свежая, перевозчиками привозим рыбу на рыбкомбинат, качаем насос, а рыба прямо по трубе попадает на фабрику. И, естественно, никаких у нас ни потерь, ни загрязнений, окружающих средств в этом вопросе нет. После попадания в хранилище рыба поступает уже по шнеку сначала на варку, потом проходит через пресс, а потом уже этот бульон отделяется от жира сепараторами. А сама отжатая масса поступает в сушилку. После этого молится и подается уже в фасовочный цех, фасовывается в такие мешки по одной тонне. Рыбокомбинат находится в том же месте, где в советское время находилось точно такое же предприятие. Хотя, по имеющимся сведениям, в конце 80-х годов было запланировано перенести все перерабатывающие производства за черту города. Но этого не случилось. Поэтому у предпринимателей появилась возможность возродить комбинат на старом месте, очень удобном с точки зрения логистики. У нас всего две бухты, Ачимчирская и Сухомская. В открытом море ставить производство, ну вот на Скорче стоит оно, но у них проблемнее с выгрузкой, с погрузкой. Есть свои плюсы и минусы. В советское время этот комбинат перерабатывал 50 тысяч тонн, мы перерабатываем 10. И в советские времена это все, как говорится, было разбросано, и запаха было в 10 раз больше. Просто люди сейчас немножко более так дотошны, что ли. А то бывает, конечно, когда авария. Вот в прошлом году у нас была авария. День мы, конечно, люди пришли, мы извинились перед ними, но это была наша ошибка. Насоса не полетел, а второй не был еще подключен. Но на сегодняшний день у нас все работает четко, и у нас никаких проблем с ни запахом, ни с экологией нет. На сегодняшний день рыбная отрасль дает государству от 150 до 200 миллионов рублей. Для Абхазии это немалые суммы. У нас мы нефть не добываем, газ не добываем, у нас природные ресурсы, лес и курорт. Другого дохода у нас не может быть. И сейчас не заниматься рыбным промыслом – это просто неправильно. Пройдет еще месяц, закончатся пути, на завод остановят свою работу, и запах рыбы больше не подбеспокоят жителей Маяка до следующей зимы. Но если бы только это тревожило район, с наступлением тепла наверняка начнутся другие проблемы. Но это история уже для совсем другого репортажа. Мария Накотова, Эдуард Иракелян, Абаза ТВ. Завершение выпуска прогноз погоды. По данным сайта Гидромедцентр, как минимум до середины недели в Сухуми будет холодно. Столбик термометра ночи будет опускаться ниже нуля. А днем воздух не будет прогреваться выше 3 градусов тепла. Так, во вторник в столице переменная облачность и, возможно, небольшие осадки в виде снега с дождем. Днем плюс 2, ночью минус 3 градуса. На этом пока все. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»